итак всем привет меня зовут дмитрий пышаков я являюсь разработчиком компании dsr я разрабатываю встраиваемые системы и собственно сегодня я вам про них немножко расскажу что вообще такое встраиваемая система это компьютерная система разработанная для какого-то какой-то конкретной цели это не широкофункциональная это узконаправленное обычно приложение она встраивается в конечное физическое устройство и обязательно тесно интегрировано с собственно физической составляющей что ты где применяются встроенные системы вообще говоря очень мне очень много где это в автомобилях в поездах в самолетах это и система автопилота и мультимедиа развлекательные системы умные телевизоры кондиционеры разные бытовая техника телефонный умный пылесос и в общем вообще просто везде повсюду я думаю что вы наверняка с ними в том или ином виде сталкивались я думаю многие из вас слышали про такие вещи как фронт-энд бэк-энд но возможно мало кто знает слышал собственно про встраиваемые системы у каждого направления есть какие-то свои особенности и чем же особенные встраиваемые системы во первых это ограничение ресурсов так как как я уже сказал это всегда физическое завязано в конечном итоге на физическое устройство это в первую очередь стоимость физического выпуска это значит что компания сэкономив условно доллар на одном экземпляре сэкономит миллионы на миллионы экземпляров соответственно поскольку компании зачастую хотят естественно сэкономить они что делают они покупают более простые дешевые чипы более дешевое оборудование как следствие это меньше объем оперативной памяти меньшая тактовая частота соответственно это тоже некое ограничение которых который надо учитывать бывают системы встраиваемые не все о которых ограниченное время исполнения этот называемый система реального времени все PlayStation Реального времени это системы, которые обязаны реагировать на события за строго отведенное время. То есть, грубо говоря, вот вы едете на машине, предошла авария, и эта система реального времени должна за строго отведенное сертифицированное время выпустить подушки безопасности, сделать все, что нужно, необходимо, чтобы спасти вашу жизнь. И последнее ограничение это потребление энергии. Пультики, беспроводные мышки, все это работает от батарейки. Естественно, мы хотим как можно реже их заряжать. Чем лучше экономия потребления энергии, тем дольше работает устройство от батарейки, тем более доволен пользователь. И еще два важных пункта, не по ограничению, но все равно важные. Это качество и надежность. Дело в том, что вот, предположим, вы купили умную лампочку, вы ее вкрутили, а она не работает, не запускается. Соответственно, если у вас упал где-то бэк, у вас там выходит тот же банк, вы не можете зайти в приложение банка, это все видят, банк в течение часа выходит обновление, все заработает. А лампочку вам никто не обновит. Лампочку вам надо либо нести в сервис, либо вызывать мастера к себе. Соответственно, гораздо более высокая стоимость восстановления, больше требования к качеству. И высокие ожидания пользователя. Например, мы сейчас будем говорить про умный дом, вы заходите домой, нажимаете на выключатель, вы ожидаете, что у вас сразу же включится свет. Если свет включится через минуту, вас вряд ли это устроит. Соответственно, тоже это надо учитывать при разработке. Но разработка встраиваемых систем это весело. Во-первых, для тех, кому интересно работать напрямую с железом, либо с операционной системой, это вообще прям самое то. Вы прям поработаете, максимально погрузитесь в эти все особенности, узнаете, как это все работает внутри, прям суперинтересно. Соответственно, так как вы сами разрабатываете встраиваемые системы, многие встраиваемые системы работают с похожими принципами, вы будете понимать лучше, как работают другие встраиваемые системы. Телефоны, часы, например, просто у меня вот есть умная фоторамка, я ее разбирал, соответственно, из нее можно посмотреть, когда внутри работает, выключить прошивку, проанализировать, все такое. В то же время хочется заметить, что в редких случаях встраиваемые системы это какое-то, разрабатывается маленькое устройство, какое-то там, не знаю, к нему пишется драйвер, на ассемблере, там все это вот очень низкоуровневое. У нас это не так. Мы разрабатываем крупные программные комплексы. В основном мы пишем на оси. Наша компания вообще, одно из первых продуктов, которые она выпустила, это была база данных для встраиваемых систем. То есть, ну, вы представляете, база данных, это не совсем не маленькое приложение. Продукт, на котором я прямо сейчас работаю, его размер это 100 тысяч строк. Стэк, который мы разрабатываем для технологии Zigbee, это 2000 строк. То есть, это прямо такие полноценные программные комплексы. И это возможность поработать на разных платформах, познакомиться с разными архитектурами, потому что, когда вы разрабатываете какое-то приложение, вы, скорее всего, хотите, чтобы вы могли легко перейти на другую железку. То есть, вы сделали для одного чипа, а этот чип, ну, сейчас, знаете, у нас в мире во время ковида был, так называемый, чип Shortage, то есть, как это по-русски, ну, в общем, чипы было очень сложно купить. И компании, которые были к этому готовы, они могли портировать свои, легко портировать свои программы на новые чипы, которые, может быть, где-то немножко уступают, но при этом все равно переносимы. Таким образом, архитектура строится таким образом, чтобы вы могли легко работать с разными системами, и это накладывает некие требования на архитектурное строение. Пример умных, пример встраиваемых системы, это, например, умный дом. Поднимите руки, кто знает, что такое умный дом? Я смотрю, вроде бы все, но тогда не будем называться в детали. Наша компания, соответственно, делает решение для умного дома. Умный дом всегда строится на беспроводных технологиях. Беспроводные технологии бывают очень разные, и у них есть в основе разные критерии деления, но одно из фундаментальных отличий их – это область применения, потому что у нас есть физическое ограничение. Это соотношение расстояния, на которое передается сигнал, объем данных, который передается по этому сигналу, и количество требуемой энергии. То есть, если вы хотите передать далеко и очень много сигнала, вам нужно очень много энергии. Если вы хотите передать на очень маленькое расстояние, вам надо очень мало энергии, но и передаете вы, соответственно, какую-то маленькую скорость. С маленькой скоростью. Соответственно, таким образом у нас распределяются технологии по вот этому графику. У нас есть RFID – это технологии, которые используются в пропусках, которые в ВГУ, в основном случае, раньше были, не знаю, как сейчас. Это вообще безбатареечные устройства. Потом чуть больше увеличиваем расстояние, но и увеличиваем потребляемую энергию. Это технологии умного дома. Это Bluetooth, ZigBit, Thread, Z-Wave. Они работают на небольшом расстоянии, с небольшой скоростью, но этого достаточно для того, чтобы передать сигнал от датчиков каких-то, от кнопок, выключателей, чтобы зажать лампочку и так далее. Если мы хотим передать больший объем данных, тоже в рамках квартиры, у нас есть Wi-Fi. Wi-Fi гораздо большую пропускную способность имеет, но и Wi-Fi, соответственно, потребляет больше энергии. Умный дом иногда строится на Wi-Fi. Это устройство, которое работает от сети. То есть это розетки, выключатели, но это как бы гораздо реже. И поднимаясь еще дальше, у нас есть, я думаю, многие из вас знают, это мобильные сети, это LTE и GSM. Они, соответственно, чуть меньше, чем Wi-Fi передают, у них меньшая пропускная способность. Но большее расстояние. И очень интересный тоже протокол ЛОРА, это Low Radio, по-моему, он расшифровывается. Это протокол, который позволяет передавать данные на расстояние до 15 километров. При этом он требует очень мало энергии, но и передает очень медленно. Обычно это используется, например, для счетчиков. Вот у вас умный счетчик воды какой-нибудь дома, умный счетчик электроэнергии. И со всего дома информация посылается на какое-то одно принимающее устройство, и оно уже передает дальше по интернету, по проводному соединению, по какому-то там еще, какой-то дачный поселок, например, с каждого датчика электроэнергии. Он, опять же, передается на какой-то центральный, откуда уже передается дальше. Наша компания, например, разрабатывает стэк для протокола ZigBee. Стэк называется Z-Boss. Что такое стэк? Я думаю, что многие из вас слышали про такие вещи, как уровни OC, OCI. Это слогистая архитектура, построение сетевых технологий. Например, есть стэк TCP IP. Он немного отличается от стандартного OCI. Он состоит из физического уровня, дата, сетевого, транспортного уровня приложения. ZigBee немного отличается и от TCP. В его основе лежит физический и MAC уровень, который определяется стандартом IEEE 802.15.4. Над ним сетевой и дальше уровень приложения. Но тут я вот что хочу сказать. Когда мы разрабатываем этот стэк, мы хотим как-то проверить, что он правильно работает. Напоминаю, это 2000 строк кода, как-никак. Их надо как-то тестировать, желательно автоматически, желательно не на железе. И поэтому мои коллеги разработали симулятор NSNG. Это Network Simulator New Generation, насколько я помню. Это, соответственно, симулятор, который позволяет запустить эту прошивку как приложение на компьютере. И это позволяет ускорить, упростить тестирование. То есть вам надо протестировать 100 каких-то кейсов одновременно. Пожалуйста, запустите просто 100 этих симуляторов и на них все это гоняйте. Вам не требуются железки. Железки вам нужны только для того, чтобы проверить самый нижний уровень. Таким образом, на самом деле, разработка встраиваемых систем не всегда подразумевает работу прям ковыряния с железкой. Если вам это неинтересно, работа найдется. Если вам это интересно, найдется и для вас. Наша компания разрабатывает в том числе IoT Framework. Это набор решений от веб-бэкэнда до встроенок, которые вместе представляют собой целостную экосистему. Это веб-интерфейс для администратора, пользовательское мобильное приложение. Они соединяются с бэкэндом, который называется Z-Home. И дальше с ними взаимодействуют Gateway. Чуть позже я вам расскажу подробнее про Gateway. Вот он прямо здесь находится. Это умное устройство, которое является центром умного дома. Оно между собой соединяет устройства, которые общаются по разным протоколам. Внутри Gateway работает сервисная архитектура. То есть в некотором роде микросервисная, но только сервисы чуть побольше. Есть шины данных, они между собой обмениваются. То есть, как вы видите, здесь используются те решения, которые на самом деле являются общепризнанным стандартом. Эта сервисная архитектура позволяет увеличивать отказоустойчивость, упрощать разработку. Ну, в общем, много своих плюсов. И это не какие-то вот прям там низкие ковыряния в совсем низкого уровнях вещах. Это все работает на Unix-подобных системах. То есть, если вы знаете Linux, это замечательно. Если нет, изучите. Но это, соответственно, тоже полезно. Чем вообще занимаются разработчики встраиваемых систем, кроме вот, собственно, того, что я уже перечислил? Например, интеграция устройств. К нам приходит заказчик и говорит, мы хотим, чтобы вот эти устройства, Акара, работали в системе умного дома. И мы начинаем их интегрировать. И Акара – это китайские производители, которые очень специфичные решения делают в некоторых случаях. У них они на основе ZigBee сделали свой проприетарный протокол, в который там все это впихнули. В общем, мы это должны разгребать. Мы это разгребаем, все круто. Мы немножко пострадали, но с кем не бывает. И тут, как бы, такой, типа, гуглишь, смотришь, опа, а у Акара есть умный куб. Ты такой, типа, что это за устройство вообще? Что это за фигня? Оказывается, это переключатель. Вы кладете куб на разные стороны, и он переключается. То есть, типа, на одной стороне у вас свет включился, на другой стороне выключился, на третьей стороне у вас там тусовка, на третьей для чтения, освещение для чтения. И тут приходит мой коллега и говорит, смотрите, что выпустили наши китайские коллеги. И показывает вот это. И я такой смотрю, думаю, так, ну это вот регулятор у нас какой-то, видимо, уровня, это выключатели, кнопки какие-то. Думаю, ну это замучаешься. А думаю, китайцы, это значит, что я явно помучаюсь. И те, кто не знает, это игрушка антистресс. Так подшутили надо мной. Это просто крутится, жмакается и ничего не делает. Вот такие у нас у меня коллеги. Как происходит отладка? Отладка на разных уровнях. От высокого уровня до низкого. Быстренько пробежимся. Самый высокий уровень это логи. То есть вы можете либо подключиться там, если это Linux, это прям текстовые логи, либо если это железка, есть специальные протоколы, по которым передаются текстовые данные. Вы их просто читаете и смотрите, есть ли у вас ошибки уровня приложения. То есть вы смотрите, у вас там прям написано в логе ошибка, там не хватило памяти, еще что-то, не знаю. Либо, поскольку у нас беспроводной протокол, вы можете анализировать логи сетевые. То есть используете специальное устройство Sniffer, вы его вставляете в компьютер и слушаете радио. Вы получаете все пакеты, которые в этот момент проходят в сети. И вы получаете просто определенный файл, который открываете тоже специальной программой и смотрите, какие сообщения передавались. То есть вот у нас запрос пошел от устройства, вот ему ответили, а вот тут хоп, не ответили. И дальше погружаемся глубже, смотрим, что пошло не так. Но как отлаживаются в сравнении системы? Есть отладчики, к которым все вы привыкли. Если вы хоть раз разрабатывали что-то, вы привыкли ставить точки останова, смотреть значения переменных, все это можно делать. Либо это отладочная плата, которую вы можете видеть слева, это плата Nordic. В ней есть отдельно чип маленький, зелененький, который выделен. Это фактически реально весь чип Nordic, все, что на самом деле нужно для устройства. Все, что слева, вот этот огромный комплекс, это вещь, которая помогает вам в отладке. Вы можете легко подключаться, вставлять там проводки, чтобы легко, ну, не припаиваться, а просто вставлять. Это гораздо удобнее. И вот этот вот белый чип, это, собственно, чип отладчика. Вы просто вставляете USB провод, в IDE ставите плагин для того, чтобы он поддерживал у вас работу с, значит, с отладчиком. И все, вы просто ставите точки останова, читаете переменные, все как обычно. В случае, если у вас вдруг уже, вы отлаживаете устройство, которое более production ready, у вас оно там выглядит как-то больше похоже на то, что вот сверху, и в нем нету отладчика, тогда отладчик это отдельное устройство, которое вы проводками как-то припаиваете, присоединяете, дальше все так же. Соответственно, просто работаете как обычно. Погружаемся ниже. Устройства между собой как-то общаются. Для общения используются разные способы передачи данных. Это какие-то протоколы, интерфейсы. И мы хотим анализировать, потому что если вы, например, попробуете логировать это все, а у вас там огромная скорость передачи данных, большие объемы, у вас меняется поведение системы. Оно медленнее работает, иногда, если эта система завязана на времени, система реального времени, вы просто не успеваете вложиться в нужное время. В то время как анализаторы сигнала и осциллографы позволяют вам наблюдать со стороны. Вы к проводам подключаетесь, к пинам каким-то, и смотрите, что передается. Анализируете. Соответственно, у вас есть логический анализатор, он понимает только сигналы 0 и 1, и если это какой-то известный протокол, он может вам их расшифровать. То есть, вот, например, вы можете здесь видеть, что это был протокол SPI, и он говорит, вот здесь было передано в хексе 45, здесь 46, ну и там дальше разбирайся, что у тебя там передано. Либо есть осциллографы, это гораздо более сложное устройство, оно смотрит, как это называется-то, аналитические данные, нет, аналоговые. То есть, если здесь у нас были только 0 и 1, это 0 и 3, 3 вольта, здесь мы можем видеть все промежуточные значения. Это устройство, которое используется для отладки более сложных физических проблем. Скажу честно, я вот ни разу, мне не приходилось работать с осциллографом, но у меня есть коллеги, к которым я могу обратиться. То есть, если у меня будет такая проблема, я вообще не спец в этом, я скажу, помоги мне. Он посмотрит, почему там какой-то сигнал не такой, где-то шумы, где-то какой-то там дроссель отвалился, не знаю. В общем, разберется, поможет. И самое как бы простое, last not the least, это мультиметр. Устройство, с помощью которого вы можете измерить, что у вас напряжение какое надо, что у вас провода соединены, то есть, что у вас, например, вы ожидаете, что вот этот провод соединен с этим, вы прикладываете, смотрите, что он действительно соединен, и все такое. Собственно, если вы хотите подробнее познакомиться с тем, как работают с встраиваемыми системами, вы можете записаться на... У нас есть курсы бесплатные, есть практика, которая будет проходить летом. Курсы стартуют в сентябре. Там я и мой коллега в течение двух семестров расскажем вам, как работать со встраиваемыми системами. Первый семестр посвящен тому, что такое встраиваемые системы. Собственно, вы познакомитесь с железками, со всеми, как эта железка внутри работает, как вы с ней общаетесь. Во втором семестре вы познакомитесь с беспроводными технологиями. То есть, это Bluetooth у нас будет в этом семестре. На практике мы, ну вот, конкретно я, точнее, больше работаю с Zigbee. Но все равно понимание того, как работают беспроводные протоколы, очень пригодится. Есть ли у вас какие-то... Подписывайтесь на нас в социальных сетях, и есть ли у вас сейчас какие-то вопросы ко мне? Спасибо.